Как бы кто ни относился к героине этой истории, а есть и те, кого она позабавила своей наивностью, ей грозит до шести лет лишения свободы. И к другим темам. У амурчан, попавших в трудную жизненную ситуацию, теперь есть шанс вернуться к нормальной жизни. Центр помощи таким людям открылся в Преамурье. Он был создан при поддержке Общественной палаты области и Благовещенской епархии. Сейчас организаторы ищут волонтеров. Ирина Кобзарь побывала на первом собрании людей, готовых оказывать помощь безвозмездно. Александр Алюшин, автокрановщик, говорит, выйти на улицу с протянутой рукой вынудили обстоятельства. Год назад сгорел дом, в котором жил с братом. Огонь уничтожил все сбережения, домовую книгу, паспорта и водительское удостоверение. С тех пор они живут со статусом безопределенного места жительства. Ночью спят в подвалах, днем помогают церкви. Сейчас братья надеются лишь на помощь волонтеров. Александр говорит, как только ему помогут восстановить водительское удостоверение, сразу устроятся на работу. Таким людям, оставшимся без жилья и документов, вот уже более семи лет помогает Владимир Флэшгауэр, председатель федерации бокса, в свободное время волонтер. Мы кормили бомжей, я после работы заканчивал свой рабочий день в шесть часов. Я спокойно приходил, помогал группе милосердия и кормления бомжей. Там люди, которые безвыходные ситуации, были просто в отчаянии, не знали, чем заняться, потерянные документы, работа, они просто были служили. Они всегда получали за это временное жилье. Они жили, кормились и помогали, помогать таким же, как они. В первый день работы центра оказывать помощь бездомным пришли восемь человек. По словам Виталия Михайлова, координатора службы бездомных пока людей хватает. То есть все будет зависеть от того, насколько люди будут откликаться на призыв и желание помочь. Если будет большое количество, значит будут реализовываться и другие проекты. То есть если есть делатели, значит будет дело. А дел много, признался Михаил. Центр будет не только кормить бездомных. Здесь планируют помогать детям-сиротам, многодетным семьям и инвалидам. Причем помощь будут оказывать разную. К примеру, пожилым нужна уборка в квартире. А вот детям даже сказка, рассказанная на ночь, будет неоценимой помощью. В Преаморье выступил военный оркестр Корейской народной армии. Он входит в десятку лучших оркестров мира. Музыканты участвовали в первом международном фестивале военных народных оркестров «Амурские волны», который прошел в Хабаровске. А к нам приехали по приглашению амурского губернатора. И уже успели дать концерты в Благовещенске и Белогорске. 50 музыкантов сыграли для амурчан произведения классической и современной духовой музыки. В программе были как национальные корейские композиции, так и произведения русских композиторов. Лучшие моменты выступления в итогах недели. Благовещенске и Благовещенске 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 Мы очень рады, что наш военный оркестр корейской народной армии выступает с концертом именно в Амурской области. Амурской области К нам приехал духовой оркестр народной армии Кореи. Коллектив очень профессиональный, коллектив мирового уровня и является гордостью корейской армии. И поэтому культурные обмены мы решили начать именно с этого коллектива. Я в таком восторге, я готова тут и петь, вместе с ними плясать, вместе с ними солидарно, потому что это и песни нашей молодости. Мне действительно понравилось, я действительно счастлив в том, что у нас идет дружба с этим народом, с этой страной. Мне действительно приятно вот сейчас находиться здесь. Настолько профессионально и такие вот, помимо того, что мы вначале посмотрели, как они выступали одновременно играя и маршируя, а теперь исполняющие даже наши песни. Ну а теперь к одному из главных событий недели – дню рождения Благовещенска. Свои 156 лет город отмечает с размахом. Праздничные мероприятия будут идти несколько дней. Возраст в сравнении с другими российскими городами юный, поэтому и праздник по-мальчишески яркий и шумный в хорошем смысле этого слова. В день города 2 июня с 11 часов начались концерты и развлекательные программы. Праздничное шествие «Славься, любимый город» стартовало ближе к вечеру. В нем приняли участие почти 9 тысяч человек. Коллективы компании и организации Благовещенска промаршировали по улице Ленина 7 кварталов. Впервые в праздничном шествии принимали участие прихожане и духовенство городских православных храмов. Их колонну возглавила передвижная звонница. А в 19 часов на главной площади города начался концерт с участием звезд российской эстрады. Поздравить Благовещенск приехали Роман Жуков. Благовещенских девчонок порадовало выступление Влада Топалова. А я тебя создал из ярких красок дня. А завершила выступление звезд экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина. Пусть мерцает свет, пусть горят огни наше весло все. Кульминацией дня рождения города по традиции стал праздничный фейерверк. Что ж, еще раз поздравляю Благовещенцев с днем рождения города. Любите его, и он ответит вам взаимностью. Желаю Благовещенску процветания, а вместе с ним и всей области. Чтобы пожелание, которое ровно пять лет назад высказал татарин бизнесмен, экс-глава при Амуре Николай Колесов, пообещав переодеть всех амурчан в джинсы Версачи, когда-нибудь сбылось. Конечно, говори об этом с долей иронии, ведь главное не в этом. Это были итоги недели. Встретимся в следующую субботу и снова поговорим о том, как мы живем. Всего вам доброго. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова